Остро стоит вопрос о кадрах на ведущих предприятиях региона. Эту проблему частично решают за счет активного участия вузов. Например, Ульяновский политехнический университет готовит инженеров и IT-специалистов различных направлений. С заводом Авиастар у них налажено прохождение практики студентами. Кроме того, предприятие консультирует вуз по формированию выпускных экзаменационных проектов. Представители крупнейшего в Ульяновске завода регулярно проводят встречи со студентами. Объясняют, рассказывают и показывают им детали и тонкости производства. Что мы делаем на входе, что мы делаем в ходе уже непосредственно работы работников. Это различного рода молодежные мероприятия, различная поддержка. Что мы делаем для того, чтобы молодежь с одной стороны приходила к нам, с другой стороны от нас не уходила и работала эффективно и производительно. Одна из ключевых тем комиссии – переподготовка кадров. Современные производственные программы требуют повышения эффективности труда, а значит и более квалифицированных специалистов. Политехнический университет участвует в программе «Приоритет-2030». Многие промышленные партнеры уже присоединились к вузу. Вместе с ним работают над проектами в области создания новых видов композитно-технологической оснастки и искусственного интеллекта. Комиссии представили несколько новых учебных площадок, созданных для более эффективной подготовки специалистов. У нас площадок очень много, но сегодня мы показываем две площадки. Одна из них – это площадка, на которой располагается, предоставленная нашим как раз индустриальным партнером, Ульяновским автомобильным заводом, автомобиль «УАЗ Патриот», который наши специалисты делают беспилотными. И в таком беспилотном варианте он является участником всероссийских соревнований. Например, «Робокрос». Во второй аудитории находится лаборатория моделирования энергетических процессов, которую оборудовали на средства, полученные по выигранному мегагранту. Все оборудование произведено в России. Бой теневой занятости. Это касается работодателей, которые скрывают реальный доход и недоплачивают своим сотрудникам. Эта тема будет также проходить сегодня красной линией. Мы будем говорить о заключении соглашений об индексации заработных плат. Все это приводит к чему? В дальнейшем это говорит о поддержке, в первую очередь, работающего населения и социальной ориентации работодателей на тех людей, которые у них работают. С начала 2024 года заключено тысяча соглашений об индексации заработных плат. За этой цифрой стоит более 20 тысяч человек. В Ульяновской области уровень безработицы достиг исторического минимума. Уровень молодежной безработицы также снизился с 2016 года в 12 раз. Кроме того, сократилось количество выпускников, покидающих регион. Губернатор попросил обратить особое внимание на их трудоустройство. По итогам 2023 года только 70% выпускников нашли работу. Коллеги поручают провести детальный анализ ситуации в держательном социальном контроле и проводить работу по адресному сопровождению наших выпускников до момента трудоустройства. Такая работа должна стать одной из основ формирования кадровой политики. Три стороны – государство, профсоюзы и представители работодателей – совместно работают над тем, чтобы улучшить условия труда и сделать жизнь трудящихся достойнее. Продолжение следует...